Вот сапоги у меня такие, что они у меня нет. Два часа я могу стоять на автобусе и ноги не замерзнут. Сапоги Наталье Евгеньевне в интернет-магазине заказали дети, чтобы Волокжанка могла добраться до дачи в Розочке без ущерба для здоровья. Еще в своеобразную экипировку пассажиров ходят перчатки, тоже самые теплые. Пуховика, под ним несколько свитеров. Иначе автобуса можно и не дождаться, признается женщина. А колеешь. И раньше автобусы ходили сюда нечасто, говорят жители Розочки. Но дачники с пониманием относились к переходу на зимний график движения транспорта. Сейчас же до этой остановки доезжает только один маршрут, 43-й по расписанию, в 6.46, в 14.52 и в 18.48. 14-й, который раньше ходил регулярно, вовсе исчез. Волокжане связывают это с тем, что маршрут был передан частной компании. Возможно, перевозчик просто не хочет терять деньги. Не раз дачники слышали, как кондуктор говорил по телефону, людей в автобусе нет. Хотя все места в салоне были заняты пассажирами, льготниками. Вообще на территории, которую в народе называют Розочкой, около 5 тысяч домов. Летом почти все они заняты дачниками. Но и в остальные времена года садоводы приезжают сюда регулярно, следя за хозяйством своим и общим, охраняют собственность от сборщиков металлолома. А есть и те, кто живет в этом районе постоянно. Среди них школьники, которым на учебу приходится добираться в семноте на первом автобусе. И также затемно возвращаться обратно. Иначе пешком и стар, и млад. Даже от нас недалеко расположены деревни Лиминские. Там деревня существует давно. Там был раньше кирпичный завод. А так как он развалился, теперь люди остались ни с чем. И они вынуждены до этой дорожки идти пешком. И дальше бы, как обычно, ездили на автобусе. Но как таково сейчас на автобус не попасть. Я, значит, сажусь на любой тепличного, доезжаю до центра, делаю вторую пересадку, сажусь на 42-й, еду до Доронина. От Доронина я до сюда еще 40-50 минут хлопать ножкой. И в результате у меня выходит 2-3 часа на дорогу. Раньше, если автобус 14-го маршрута сильно задерживался, в Алакжане звонили в диспетчерскую. И тогда с линии направляли 19-й автобус. Сейчас же до перевозчика попросту не дозвониться, признаются пассажиры. В городскую администрацию они также обращались уже не раз. Дачники говорят, многого не просят. Лишь бы автобусы 14-го маршрута заезжали 4 раза в сутки в удобное время. Мы контролируем факты, не заезда в общество садового были выявлены. Предприниматель мотивирует тем, что очень невыгодно для него эти заезды, не получает он прибыли необходимые. 28 ноября от них поступило заявление о расторжении договора, поскольку маршрут убыточный. Сейчас, говорят чиновники, прорабатываются варианты решения этой проблемы. Один из них – отдать по-прежнему убыточный маршрут муниципальному перевозчику по ТП-1. Или предоставить частнику экономичные микроавтобусы. Пока же на первое время внесены коррективы в расписании 43-го маршрута. С 15 декабря автобус будет заезжать в розочку и в 7.20. Дарья Анфиногенова, Николай Замараев, Новости Володы.